Детельное хранение транспортных средств в неохраняемых автостоянках запрещено. Конкретные есть признаки неэксперсируемых транспортных средств. Транспортные средства, которые более полгода с истечения допуска к участию в дорожном движении, недалежащее состояние, повреждения видимые, которые также запрещают участие в дорожном движении. Во Фрунинском районе города Минска, как в самом большом районе города Минска, вопрос остро стоит по поводу парковочных мест. И, соответственно, такая работа ведется администрацией на постоянной основе для того, чтобы освободить парковочные места для автовладельцев. На территории всех районов города Минска очень большое количество автохлама. С учетом того, что граждане покупают новые машины и забывают про старые, эта борьба происходит на протяжении длительного периода времени. Количество машин, эвакуированных только Белоспес автоэвакуаций, с 2016 года превышает 2000 единиц. Машина выявляется, либо гражданами через портал 115 Белозаявки поступают, либо с ЖЭСами, с ЖЭО соответствующего района при обходе территории. Информация заносится, ну, конкретно у нас есть программное обеспечение, с которыми работают. Заносится программное обеспечение, направляются запросы в госавтоинспекцию, Белтехосмотр, после чего получаются ответы. Если собственник установлен, направляется извещение. У него есть месяц момента получения для приведения транспортного средства в надлежащее состояние, перемещения на платную охраняемую стоянку, либо для утилизации. Проходит месяц, сроки загораются в этом программном продукте. То есть, соответствующий местный исполнительный распорядительный орган дает задание для того, чтобы обошли территорию и проверили, действительно ли есть это транспортное средство, либо оно убрано собственником. Если оно есть, поступает заявка в Белоспес автоэвакуацию, Белоспес автоэвакуация выбывает по этой заявке, и осуществляет принудительное перемещение со заставлением на охраняемую стоянку. После того, как оно попадает сюда, есть три дня для направления уведомления собственнику, если собственник, конечно, установлен, после чего дается три месяца с момента получения этого уведомления. По истечении трехмесячного срока подготавливается заявление о признании транспортного средства безхозяином для последующего признания в коммунальную собственность города Минска. После чего поступает решение суда о признании транспортного средства безхозяином с передачей в коммунальную собственность города Минска, и транспортное средство подлежит утилизации через Белторчермет.